и я друзья решила сегодня на обед приготовить вкуснейшие драники почистила все четыре картошины тереть буду вот на такую терку смотрите вот такая сбоку у меня тут есть терка потому что мелкая терка здесь она очень мелкая на ней плохо трется а вот это самый раз и не крупная и не мелкая просто отличная так что тру картошку на эту терку очень хорошо вот смотрите какая получается вот такая вот картошечка так что тру картошку так все картошку потерла и сюда же на этой же терке быстренько тру луковицу вот такую небольшую все сейчас по-быстрому замешиваем тесто сюда яйцо щепоточку соли так ложку забыла как обычно так и замешиваю все это смешиваю перемешиваю картошка не успела сильно потемнеть быстрому с лучком все перемешиваю так что я делаю сейчас я обычно всегда добавляю в свои драники немножко соды для этого я беру остатки банки сметаны беру ложку сметаны и в эту сметану положу немножко соды вот так вот совсем чуть-чуть все сметанку ее и пускай она тут погасится так вот прямо в ложке размешиваем перемешиваем и потом забрасываю сюда мне так нравится больше можно не добавлять кто как хочет делает я делаю так как меня научила моя мама царство небесное тесто получается более пышное все это все смешиваем перемешиваем и сейчас добавлю сюда немножко муки буквально ложку или две в зависимости от консистенции теста можете добавить любую муку кто хочет рисовую кто хочет какую я сегодня добавлю обычной муки ложечку размешиваем смотрим что получается картошка магазинная какая-то совсем не сочная поэтому много муки не надо буквально одной ложки достаточно смотрите какое шикарное тесто получилось видите не течет падает с ложки все не надо забивать мукой сейчас по-быстрому на блендере сделаем фарш так все нарезаем куриное филешка у меня можно любой другой какой вы хотите какой у вас есть фарш одно куриное филешка я думаю на мою картошку даже это будет много ну ничего страшного можно будет сделать фрикадельки в супчик или пожарить из остатков пару котлеток так тут же вместе нарежаю лучок чтобы все одним махом и два зубчика чесночка так все забрасываю в блендер так перемешку . сюда чесночка и опять мяско чтобы лучше тут все перемешалось сразу же сюда добавлю сольки и сразу же сюда добавлю меня здесь смесь перца и кориандра немножко без фанатизма вот так вот чуть-чуть все сейчас будем блендерить все измельчаем все смотрите какой шикарный фарш получился все достаем его в миску все пока тесто картофельное у нас отдохнуло ваш готов видите какой шикарный получился фарш все переселяемся к плите жарить наши драники так ну что друзья сковорода с маслом разогрелась не знаю как тут удобнее поставить телефон чтобы было видно так беру нашу картошку и на сковороду вот так вот одну ложечку картошки размякиваю ее тут по сковороде сразу смещается на мою сковороду три блина где-то тоже размякиваю пыталась лапой подсветить ничего не понятно так теперь беру фарш тоже ложкой потому что если бы это была свинина вот такой по плотнее то можно было бы руками лепить такие котлетки и потом ложить так вот так вот прямо ложечкой аккуратненько ложится тоже вот так вот потом его сдавливаем в картошку немножко такие вот котлеточки ой что-то я разогналась наверное много много положила не прожарится но он будем надеяться курица прожариться надо поменьше поменьше ложить лучше его здесь растянуть вот так сейчас возьму телефон чтобы вам было лучше видно покажу потом буду жарить вот видите так вот наверх фарш такой котлеточкой и сейчас закрываем же фарш и беру и картошечки берем поменьше не полную ложку а немножко чтобы вот так вот прикрыть наше мяско вот так вот аккуратненько залепляю так вот красивенько и последнюю вот так точно так же и так все аккуратненько делаем все красота сейчас будет дариться потом покажу как будем переворачивать так ну что надо переворачивать так вилкой помочь можно немножко чтобы не упал а то жир будет стрелять вот так вот видите берем лопаточку аккуратненько вилочкой помогаем раз и переворачиваем вот так видите какие они пышные толстенькие получаются будут мягкие вкусненькие с зажаристой корочкой все продолжаем жарить до готовности так смотрите поближе и некрасивые и румяные ну что друзья первая партия готова вот такие красавцы смотрите все снимаю тарелочку сейчас буду жарить следующую партию и так все до конца а потом будем пробовать друзья вот таких шесть шикарных драников уже пожарилась один дожаривается и 3 котлетки еще получилось вот такие маленькие короче еды мне тут вау 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 на целую неделю еще у меня же стоит шевелевый супчик вчерашний так что даже не знаю когда я это все и съем ну что скоро будем пробовать это вкуснятина так ну что друзья пробуем вот такой дранчик все положила на тарелочку вот моя гора красоты так тут сметанка будем пробовать думаю будет ой 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 как вкусно сейчас посмотрим прожарилась ли наше мяско все мне нравится делать с курочкой что мяско очень быстро прожаривается видите мяско прожарилась отлично беленькая не красная ничего не течет никакой сок со свининой пришлось бы жарить подольше со свининой тоже очень вкусно раньше делали всегда гору драников большой таз помню собой детям вот такая вот вот такая вот была у нас забава иногда по выходным жарить много много драников ну а теперь я одна поэтому драники жарю очень редко вот алена приезжала мы делали я решила сделать еще раз видите со сметанкой драники просто нежнейшие вот если вы не добавляете чуть-чуть соды со сметанкой драники когда-нибудь обязательно попробуйте добавить и посмотрите какое нежнейшее тесто пышная мягкая и очень-очень вкусно одновременно хрустящая корочка так что обязательно готовьте такую вкусняшину вам друзья желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока